Дима Дима, несмотря на юные годы, уже опытный брейк-дансер. Намерен выложиться по полной, но для него все же главное не победа, а участие. Сейчас я не думаю о победах или поражениях. Мне так проще настраиваться. Мне главное выйти, сделать все красиво, круто, четко, не налажать, чтобы зрители поорали. Для меня это важнее, чем победа. Но желающих выиграть будет немало. Победители состязаний поедут в Казань, где пройдет чемпионат России по танцевальному спорту. Более того, впервые на территории региона соревнования пройдут в лучших спортивных традициях. Сильнейшим танцорам будут присуждаться спортивные разряды. Будут первые соревнования, именно соревнования, не фестивали, а именно соревнования, где раньше это были танцоры, сейчас это танцоры-спортсмены. Они будут получать уже звание, спортивные книжки, ну как во всех соревнованиях. Судьи спортсменов, брейк-дансеров будут судьи из Москвы. По словам организаторов, среди них будут и настоящие легенды танцпола. Больше всего участников, говорят, владимирские тренеры, будет в возрастной категории от 7 до 10 лет. И среди целей предстоящих соревнований – помочь реализовать свой потенциал тем, кто только начинает свой путь в большой танец. Можно заниматься дома, можно заниматься для себя, но если ты делаешь вклад, неважно, в какой это чемпионат, именно который в сетке соревнований, или просто фестиваль, который устраивают многими другими ребятами, чтобы они могли и там себя реализовывать. Вот наши цели, я думаю. В планах у владимирских брейк-дансеров провести чемпионаты городов и области. Спортивные танцы в регионе продолжают набирать обороты. Валерия Саенко, Алексей Думнин, Артем Горчаков. Шестой канал.